В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело 45-летнего дворника, который совершенно спонтанно похитил комплекс аэрофотосъемки местности стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Мужчина совершил эту кражу в октябре прошлого года на территории Тихоокеанского госуниверситета. Он унес от здания вуза приборный кейс, не зная о его содержимом и совершенно не представляя стоимости аппаратуры. Его добычей стал аппарат, который крепится к беспилотнику и позволяет получать цифровые объемные модели рельефа. Он находился в специальном противоударном кофре и стоял у одного из входов в здание. Здесь его забыли студенты, которые накануне вернулись из Комсомольска-на-Амуре. Аппаратуру выгружали уже потемно, приборов было много, их заносили в помещение. Черный кейс выпал из поля зрения и он простоял на улице до утра. Ну а нынешний фигурант шел в ранний час на работу и увидел чемодан. Горожанин не смог совладать с соблазном и прихватил находку. Хоть в руке у мужчины уже был мешок с вещами, лишний груз его не напряг. Двордик с полными руками пошел спокойно по своим делам. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, и это позволило установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Краснофлотского района. В 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Дворник, не имеющий своего жилья, ночевал в гараже неподалеку, на улице Бондаря. В этом районе он бывает довольно часто. Мужчина работает на территории одной из компаний в районе дорожной клинической больницы. Туда он и понес украденный аппарат. Когда мужчина открыл кейс, то был крайне удивлен. Он понятия не имел, что за диковина ему досталась и что с ней делать не представлял. Когда полицейские задержали вора, электронно-оптический модуль был в целости и сохранности. Фигурант был ошарашен стоимостью прибора. Сам того не понимая, мужчина совершил кражу в особо крупном размере. А срок за такой проступок – сродни убийству до 10 лет колонии. С места происшествия Валентин Борозняк и Андрей Алферов.